А вы в курсе, что у Сочи появится стратегия социально-экономического развития, а еще будет скорректирован генеральный план курорта? Существующий документ, на основании которого ведется планировка и застройка территорий, уже утратил свою актуальность. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей региона. Ну и сегодня мы поговорим о перспективах создания стратегии развития Сочи. Это такой единый сценарий развития города, который должен быть благоприятным как для общества, так и бизнеса. Стратегия может очертить современное состояние и возможное будущее экономического комплекса курорта и поможет сориентироваться предпринимателям и инвесторам, готовым вкладывать в это развитие. В Краснодарском крае в конце прошлого года была утверждена стратегия развития региона до 2030 года. Ее презентовали в рамках деловой программы на российском инвестиционном форуме Сочи-2018. Разработкой документа занимался Леонтьевский центр. Эта организация, которая в том числе специализируется на социально-экономических исследованиях, уже разработала долгосрочные стратегии развития для Казани, Хабаровска, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Сочи, как одна из важнейших точек роста экономического потенциала региона, должен получить собственную стратегию развития. Об этом шла речь на совещании, которое прошло в Сочи под председательством вице-губернатора Игоря Голося. В совещании по вопросам бюджетной и экономической политики Сочи приняли участие профильные министерства, края, политики и финансов, а также департаменты и управления администрацией города Сочи. Идею о создании стратегии развития Сочи озвучил Игорь Голась. Городу нужна стратегия. Стратегия именно та, которая будет воспринята обществом, бизнесом. Собственно говоря, мы такую стратегию, когда разрабатывали краевую, у нас определенный опыт есть, именно сделать, вовлечь, как вовлечь в ее создание, написание, как можно больше людей заинтересованных, как модно говорить, стейкхолдеров, то есть тех, кто заинтересован в реализации этой стратегии. Я думаю, что здесь надо найти толковых, грамотных специалистов. Я уверен, что это надо делать в таком и с научной точки зрения подход, и экспертов лучших привлечь, потому что Сочи это серьезно, это имидж не только края и страны. Мы здесь должны классную, грамотную, толковую стратегию разработать. Тем более, что здесь есть уникальная возможность, опять же мы это с мэром обсуждали, генплан, он, насколько я знаю, есть у города, но он очень неактуален и требует приведения к современным реалиям, требованиям сегодняшнего дня. Поэтому мы там по поручению губернатора предусмотрели средства в краевом бюджете на разработку генерального плана города Краснодара. Это не дешевое, на самом деле, удовольствие, по большому счету даже не удовольствие, а требование жизни, чтобы был актуальный генеральный план. Это, соответственно, серьезно улучшает, так скажем, жизнь инвестора, который уже приходит, собственно говоря, и понимает, как будет развиваться город, и любому жителю. Понятно, стратегия пространственного развития города. Поэтому я говорю, что здесь тоже уникальная возможность. Мы можем одновременно и стратегию социально-экономического развития разрабатывать, одновременно ее увязывать с актуальной редакцией генерального плана. Тем более, есть поручение губернатора, чтобы мы поэтапно помогали за счет средств к его бюджету и выделяли средства на разработку генерального плана. Я думаю, что в следующем году мы должны вот программу Сочи. Он этого достоин, он это заслужил, я считаю. Поэтому вместе также со специалистами, предлагая города, посмотрите, оцените, сколько это будет стоить, и мы тогда, соответственно, в краевом бюджете необходимые средства предусмотрим. Почему я говорю, вот, Сочи, безусловно, Сочи сегодня это сосредоточение, наверное, и капитала, ума, талантов. Здесь вот все сложилось, что называется, в одном. И он, конечно, уже достойный конкурент крупным и европейским центрам, и по политическому весу, и по экономическим перспективам. Обсудили наши проблемы, да, текущую ситуацию, которая сложилась за ряд лет, и наметили точки роста, да, точки движения, в том числе экономического развития и повышения налогооблагаемой базы, да, мобилизации доходов. Собственно говоря, можно отметить, что главные источники роста, да, это курортная отрасль, потребительская сфера, в том числе и надо разрабатывать стратегию, да, экономическо-социального развития до 30-го года, ее совмещать, собственно говоря, с градостроительной документацией, которая тоже планируется совершенствовать, да, и плюс еще Край пообещал выделить на это дополнительные средства, потому что затраты существенные, да, и муниципалитету, конечно, собственными силами будут их не вытянуть. Наша работа и поставленные задачи, да, запланированные проекты, они носят долгосрочный характер, и, соответственно, их реализация, она возможна только благодаря взаимодействию, да, всех структур администрации города Сочи и при поддержке администрации Краснодарского края. Поэтому, в общем-то, считаю, что все взаимодействие происходит в конструктивном, да, диалоге, и мы надеемся на благоприятный результат. Кстати, в стратегии развития Кубани Сочи наряду с Краснодаром выделен в отдельную агломерацию, то есть самостоятельную экономическую зону. Основания для этого все есть. Несколько цифр тоже, да, по вкладу Сочи в экономику. По итогам прошлого года объем произведенных товаров, работ и услуг превысил 300 миллиардов рублей. Вот такой объем Сочи достаточно внушительный. По объему санаторно-курортных услуг это более 50% в общем объеме санаторно-курортных услуг, которые предоставляются у нас в Краснодарском крае. Более 13% розничного оборота, 9% строительных работ осуществляются в городе Сочи. Также, ну, уже на протяжении последних лет Сочи, он у нас... Второй по объему налоговых и неналоговых доходов, поступающих от муниципального образования в консолидированный бюджет края, почти 33 миллиарда рублей в прошлом году поступила, и в этом динамика также достаточно внушительная. Если, допустим, проанализировать, да, динамику предшествующих периодов, то надо отметить, что у Сочи положительная динамика по поступлениям налоговых и неналоговых доходов, да, и надо еще отметить, что среди 44 муниципальных образований город Сочи занимает второе место, да, по мобилизации доходов в консолидированный бюджет края. Поэтому, собственно говоря, пополнение бюджета всех уровней и экономика, да, всего сектора, да, в Сочи, как это... Это локомотив, да, развития Кубани. Исходя из озвученных цифр, санаторно-курортный комплекс – это основной двигатель экономики города. Благодаря динамичному развитию в городе этой отрасли значительные средства получает и бюджет Краснодарского края. Как озвучил вице-губернатор, 50% от всех поступлений этой сферы. Но потенциал для развития есть и в других областях. Есть 15 показателей, по которым мы характеризуем любое муниципальное образование. Практически по всем на сегодняшний день Сочи занимает места выше среднекраевых. И я хочу сказать, что это как раз создает тот фундамент, от которого необходимо отталкиваться, потому что необходимы новые инвестиционные прорывные, главное, проекты. И такую задачу мы перед муниципальным образованием всеми практически ставим. Вы знаете, что согласно стратегии до 30-го года мы всю территорию региона поделили на 7 экономических зон, из которых 2 у нас агломерации. Это Краснодарская и Сочинская агломерации, на которые мы, собственно, и делаем ставку, как на прорыв. Мы понимаем, что именно агломерации сегодня и вообще в новейшей истории страновой, мировой, они формируют фундамент для развития экономики всего региона. И страны, причем в целом. Мы говорим о том, что в будущем уже конкуренция будет не между странами и регионами, а между агломерациями и крупнейшими городами. Поэтому здесь необходима, конечно, большая работа. При этом понятно, что развитие санаторно-курортного и туристического комплекса это не единственный приоритет. И я хочу обратить на внимание то, что мы выделили нас в стратегии. Это, конечно же, строительство, это жилищно-коммунальная сфера. И, конечно, транспортный комплекс, я бы так сказал, логистический транспортный комплекс. Потому что здесь, учитывая, что много приезжих, то есть торговля, она должна дальше динамично развиваться, а с этим, естественно, и транспортный комплекс. Я хочу сказать, что задачи, определенные для города Сочи, для сочинской агломерации, они в стратегии 2030 уже выделены. Задачи это серьезные. То есть это обеспечение среднегодового экономического роста на уровне 4,7%. Инвестиции накоплены до 2030 года почти на триллион рублей. Среднегодовой индекс производительности труда 103%. Еще раз я обращу внимание, что задача перед всеми экономическими нашими территориями была поставлена по отбору. Именно мы это право предоставили территориям. Дать региону те инвестиционные проекты, по которым территория сможет обеспечить именно прорывное развитие экономики, прорывное привлечение инвестиций. Стратегия развития Сочи и края в целом, отметили на совещании, не должна стать документом, который будет пылиться на полке. Она должна стать руководством к действию. Ну а стержнем стратегии станет житель Сочи с его проблемами и потребностями. Одна из них – это, конечно, решение социальных вопросов. Особо остро сегодня стоит проблема нехватки мест в школах и детских садах. Но есть и решение. Учитывая то, что постоянно идет прирост населения, за последние пять лет, только официальная численность в Сочи увеличилась почти на 60 тысяч человек. Я думаю, что это только официально. Если говорить неофициально, то это совсем другие цифры. Даже если опираться на эту официальную статистику, то, конечно, социальная сфера объективно, надо признать, это не успевало за вот такой численностью населений. В этом году по госпрограмме социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края предусмотрено 873 миллиона рублей. Это и мы строим, да, три пристройки к детским садам на 80 мест, строим там детский сад на 280 мест в Хостинском районе, ну и другие объекты. Но этого, конечно, мало. И вот мы приняли решение. И уже в проекте бюджета предусмотрим дальнейшее продолжение строительства социальных объектов. Мы сейчас говорим о строительстве двух пристроек к школам на 400 мест, о начале строительства школы в Мамаке. Это та школа, о которой уже долго мы говорим, ну не один год, да, но никак не можем приступить. И там и Федерация вроде деньги выделяет, но она там с 2021 по 2023 год. Мы, конечно, не намерены так долго ждать. И уже со следующего года за счет средств краевого бюджета приступим к строительству этого объекта. Дальше уже будет зависеть от того, насколько качественно будет отобран подрядчик и насколько динамично он будет готов осуществлять строительство. Мы, так сказать, финансирование уже там будем под это корректировать. И чем быстрее и качественнее, тем финансированием обеспечим строительство этого объекта. Еще одна точка роста для социально-экономического развития курорта отметили на совещании. Это более активное участие в госпрограммах. В регионе их реализуются больше 25. Об участии города в реализации государственных программ на территории муниципального образования. Здесь город в целом участвует неплохо, но 9 место, конечно, это не тот результат, который должен показывать город, особенно с такими амбициями. И здесь необходимо ситуацию менять в корни. Наблюдалось за ряд лет, скажем так, недостаточное участие в государственных программах, на что глава города, собственно говоря, всем структурным подразделениям администрации поставил задачу на 2020 год войти максимально во все государственные программы, по которым происходит субсидирование из краевого бюджета различных направлений реализации мероприятий. Поэтому сейчас этим все занимаются, да, и при подготовке проекта бюджета города Сочи на 2020-2022 годы, да, это все учитывается. Это позволит нам привлечь дополнительные ресурсы в бюджет, да, города Сочи и реализовать многие социально значимые мероприятия и проекты. Еще один важный вопрос для развития социально-экономического потенциала города – это участие в национальных проектах. Когда общался президент с населением, то есть у него был такой вопрос, какой из 12 национальных проектов президент считает основным. То есть он отметил всего один национальный проект, который должен именно институциональную среду поменять в стране и создать условия для формирования и повышения уровня жизни населения, и развития экономики, здравоохранения, образования. Это, конечно, национальный проект по повышению производительности труда. И вот на сегодняшний день в муниципальном образовании есть 18 компаний, по которым, по нашему мнению, можно с ними работать, которые подходят под критерии участника национального проекта. К сожалению, я вот скажу как раз, и большинство из них, 11, это как раз в строительной сфере, то есть на которую необходимо здесь сделать в том числе ставку. Но, к сожалению, на сегодняшний день ни одна строительная компания у нас не является участником национального проекта. От города Сочи у нас участвует только один, это сочинский хлебокомбинат, плюс Дагомысская ДРСУ, благодаря работе именно Министерства транспорта, но она у нас пока в резерве, потому что в первую очередь мы хотим именно заниматься коммерческими предприятиями, не с долей государственного участия, именно те компании, те предприятия, которые и должны обеспечить экономический рост. Вот в этом направлении, конечно, нам совместно с вами нужно поработать, потому что задача в целом для региона стоит крайне амбициозно. У нас 349 компаний должны стать участниками национального проекта. Вообще и всего в регионе 380. Сегодня инфраструктура для реализации проектов в крае создана и действительно серьезно работает. Я хочу еще заострить внимание на том, что предприятиями нужно правильно общаться, потому что сегодня это уже в рамках законопроекта пойдет. Это льгота по налогу на имущество практически нулевая для участников национального проекта. Это возможность получить инвестиционный налоговый вычет в части налога на прибыль. Это тоже новшество нашего законодательства, которого не было. Это субсидирование процентной ставки по полученным кредитам до эффективной ставки 2% годовых. Только для участника национального проекта. Плюс еще мы рассматриваем другие меры государственной поддержки. Еще одна из задач, поставленных руководством края, наладить системную работу по выявлению и погашению задолженности по заработной плате на предприятиях курорта. Из 370 миллионов рублей по краю более 150 миллионов должны сочинцам. Что касается стратегии развития Сочи, задача, поставленная на совещание, уже сегодня активно начинать заниматься ее разработкой. Готовый документ должен быть представлен уже в следующем году. Ну и это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет наш регион. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...